Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в работе Volvo S60. Хочу снять полностью систему выхлопа, начиная с катализатора, заканчивая задней банкой. Все проинспектировать и вышедшие из строя элементы заменить на новые. Отчетливо слышен выхлоп. Возле переднего колеса задняя банка также очень-очень громко работает. Перегоняю автомобиль, насколько возможно, поднимаю его и лезу вниз. Сразу дырка. Где-то еще есть. Сейчас попробую добраться до четырех крепежных гаек без снятия пыльника, защиты двигателя снизу. Если подберусь, будет хорошо. Тогда надо будет убрать поперечные кронштейны. В принципе, хочу все равно снимать весь глушитель, буду снимать весь. Первый пошел. Гайки сюда идут специальные, но я за столом потом покажу. Покупаю я их в обыкновенном вазовском магазине и они стоят очень даже прилично. Гайки выкрутились легко. Это, безусловно, радует, потому что я, честно говоря, готовился, что будет все плохо. Продолжаю. Во время снятия вот данной поперечины обычно очень обращаю внимание на трубки и вот здесь кабель закреплен. Сейчас, пока с резинок не снимаю, снимаю вторую поперечину и разъединяю трубу. Вот эти болты с гайками стараюсь не потерять и ставлю их на место уже второй раз. Они не гниют, с ними ничего не происходит. Прокладка будет обязательно ставиться новая. Теперь самое неприятное – снять с резинок. Первая половина извлечена. Предпоследний крепеж такой серьезный сзади, он с резинок не очень хорошо спрыгивает, поэтому я обычно снимаю. Вот сам корпус крепежный. Вот этот легко сортанул, а этот прям совсем нехорошо. Пришлось туда-сюда его немножко пошевелить. Здесь вот такая картина. Все надо будет придумать, как поставить на место. Все пооторвало с такими большими отверстиями, назовем так. Ну и, собственно, последний крепеж, последняя резинка. Дальше здесь все тоже мягкое. И здесь все мягкое. Вот это еле живая. Итак, что мы имеем? Корпус катализатора. Я обнаружил два прогара там снизу небольших, но это полностью моя вина, когда я варил тогда, делал видео про катализатор, вскрывал его. Я варил все это электродом обыкновенным, так как у меня не было полуавтомата сварочного. Сейчас полуавтомат есть. И я просто вот это все, страшный вот этот свой шов, который у меня был тогда электродом налеплен, я все полностью проварю. Что касаемо задней банки. Задняя банка на замену, ее я буду заказывать. Так что сейчас иду, делаю заказ, звоню в Санкт-Петербург. К субботе на рынок маршал все мне уже должны будут привезти, все будет ожидать меня. Ну и в субботу поеду в Питер и заберу. Прошло три дня. За эти три дня много всего случилось. Рассказываю все как есть, по порядку. Итак, когда я извлек катализатор, я его потрес. И на удивление на мое, все тихо, все хорошо. Ну думаю, как хорошо я его сделал. А делал я данный катализатор два года назад. Прошло в принципе нормально времени. Из любопытства я заглянул в трубу. И в темноте банки я увидел отверстия, которые сифонили. То есть вставки катализатора здесь не оказалось. Я не поверил своим глазам. Схватил фонарик, начал светить и увидел лямбда-зонд. Отсюда все это просматривается нормально. Выход. В общем, катализатора нет. Он просто испарился, разрушился. И автомобиль, грубо говоря, выплюнул его. Конечно, я был в замешательстве. Стал я быстро думать, что делать. Как ставить пламя-гаситель, либо искать бэушный катализатор. Катализатор остановился на фирме на одной, которая занимается глушителями. Съездил, встретился с мастером, показал ему все. Он говорит, оставляй. Я сам делаю пламя-гаситель. Не надо ничего врезать, вырезать. Он сказал, я все по твоему шву отпилю. Все вварю, все поставлю. И по твоему же шву обратно все заварю. Что он в принципе и сделал. Значит, ну понятно, что вваривается труба с отверстиями. Но самое главное, что он сделал. Вот у меня датчик лямбда-зонда. И он поставил обманку механическую вовнутрь. Сверху здесь все точно так же штатно. А обманка стоит внутри. Сказал, что все должно работать. Потому как поставил он этих обманок великое множество. Но мне показалось это очень удобным. Обманка там внутри. Хотя он искал, можешь приехать ко мне. В зависимости от графика. Либо увеличу, либо уменьшу отверстие. Но я не хочу. Если выпадет ошибка, я сюда в жгут проводов. Поставлю эмулятор просто, да и все. Но опять же, сейчас надо будет поездить и посмотреть, что тут и как тут. Стал я допытываться у владелицы данного автомобиля. Ведь все-таки без катализатора это совсем другое. Было ли что-то. И действительно она мне сказала. Ну, начну сначала с того, что машина приезжала 2-3 раза ко мне. Ну, там раз в 2 недели с ошибкой 42-й. Мне не было времени машину брать. Но я грешил на то, что здесь пробит корпус. И очень вероятно, что выхлопные газы идут мимо вставки катализатора, мимо датчика. И поэтому выпрыгивает ошибка. Я думал именно так. Но когда я стал ее допытывать, она сказала, у меня было так один раз, что ошибка загорелась. Я давлю на газ, а машина не едет. Я была 100% уверена, что это все из-за ошибки машина не ехала. Ну, так вот девушка мне пояснила. И к тому моменту, когда она приехала ко мне с этой ошибкой, я ошибку стер. Сказал, ну, будем уже смотреть выхлопную систему в ближайшем будущем. После этого машина поехала снова нормально. Я всего лишь могу предположить, что к тому времени, когда я стер ошибку, остатки, которые тут где-то что-то пытались забить, встали так, просто улетели дальше. И выход выхлопным газом освободился. И машина поехала более резво. Но это такое мое предположение. Почему у нее ошибка загоралась так редко? Сразу поясню. Для того, чтобы система каталитического нейтрализатора протестила себя, нужны некоторые условия в виде там ровных оборотов, езды там по ровному участку без ускорения и торможения. И тогда система тестится. А использование данного автомобиля происходит в таком режиме. Утром села, завела, доехала до работы, заглушила на работу. С работы вышла, завела, доехала до дома, заглушила, пошла домой. Я подозреваю, что автомобиль просто не может выйти в тот режим, в котором происходит тест катализатора. Так что автомобиль был несколько раз с этой ошибкой. Я все откладывал ремонт. Но оказывается, что в автомобиле уже давным-давно удален катализатор и без меня. Так что теперь ставлю все это с пламя-гасителем. И самое интересное, то, что в эту субботу я должен был быть в Санкт-Петербурге. Я уже договорился с Сергеем, продавцом глушителей на маршала Жукова 21. И представляете, у меня срывается поездка. Я не еду. А автомобиль сейчас в понедельник, вторник, крайний срок среда. Должен пройти техосмотр и необходимо продлевать страховку. То есть вообще здесь все вот так вот совпало. Так что получается такая работа. Сейчас я все это дело немножко зачищаю. Покрываю краской термостойкой швы. Завариваю в задней банке то, что там в ней прогорело. Чтобы автомобиль мог передвигаться неделю. Автомобиль будет ездить со старой банкой. Так, хотел вот обратить ваше внимание. Вот здесь вот у меня... Сейчас покажу. Вот здесь у меня изолента. Будьте бдительны, друзья. Отдавал я глушитель на замену гофры. В свое время это было вообще как бы давно. Но я автомобиль перегнал в фирму. Такую долгожитель, которая занимается глушителями. Вроде так. Вроде должны знать. И представляете, что они натворили. Здесь внизу идет поперечина, на которую крепятся трубки тормозные. И крепится как раз кабель. Там есть пистон под него специальный. Когда снимали поперечину, чтобы снять глушитель. Не закрепили ни трубку, ни кабель. Просто прикрутили поперечину и все так бросили. Естественно, кабель дотронулся до раскаленного металла. И буквально на следующий день у автомобиля вылетела ошибка. И когда я полез вниз, мне пришлось здесь все разбирать. И все перепаивать. И собирать заново в кучу. А я в свое время сталкивался, когда трубка тормозная была не закреплена. Она нежно терлась. О, металл там где-то в каком-то месте. И однажды перетерлась. И у машины пропали тормоза. Пришлось менять трубку. Потому что она не была вставлена в эту поперечину. Так что, если вы отдаете свой автомобиль на замену гофры. Или какие-то манипуляции с глушителем. Обязательно проверяйте. Или предупреждайте, как минимум, мастеров. Чтобы они не забыли все поставить обратное. Приступаю к работе. Кое-как залепил. Глушитель, как фольга. Мучился, наверное, часа полтора с ним. Ну, еще упор отвалился, когда я его снимал. Пришлось заплавить его прямо. Теперь какое-то время он еще поживет. Вся конструкция высохла. Теперь можно приступать к установке. Друзья, сразу хочу оговориться, что вот это, что я краской налепил здесь, ни в коем случае не говорит о какой-то там сверхзащите или еще что-то. Больше это было эстетическое такое направление с моей стороны. Сейчас последние штрихи небольшие перед установкой. Продолжаю. Для установки были прикуплены следующие материалы. В первую очередь это прокладки. Это гайки. Гайки в ВАЗовском магазине покупались. Они такие большие на всю резьбу. Я все время ими пользуюсь, когда дело доходит до коллектора. И всегда меня они выручали и выручают. Также были прикуплены в ВАЗовском магазине пластиковые гайки. Эти пластиковые гайки мне нужны для крепления защитной термованны, так называемой, которая находится над задней банкой, которая отвалилась. Потом я вам покажу все. Стоимость одной такой гайки в ВАЗовском магазине 23 рубля. Стоимость одной вольвовской гайки 270, по-моему, или 280 рублей. Разница в 10 раз. Поэтому я сразу взял, что у них было, чтобы на будущее лежало в гараже. И все. Устанавливаю. Вот наш коллектор во всей красе. Там видна лямбда. Первое. Тепловой экран я наживил на болты, чтобы он не болтался и не мешался при установке. Потом, когда буду ставить поперечину, конечно же, все будет поставлено нормально. Особое внимание хочется обратить вот на эти пистоны, которые держат трубку. Один, второй. И пистон, который будет держать кабель лямбды, у меня снят. Не знаю, насколько можно увидеть, но на шпильке я нанес смазку. То есть отверстия в гайках я залепил смазкой медной. Для того, чтобы это дело подольше сохранилось без коррозии и прикипаний каких-либо. Вот так вот. Итак, друзья, впихиваю на место отражатель, защитную ванну, так называемую. Но вот здесь крепежей у нее нету. Все отгнило, все отвалилось. И так как здесь полая поверхность, то я сюда прикручу ее при помощи самореза. Весной или в начале лета все буду здесь обрабатывать, антикорить. Я думаю, доживет пока. Другого выхода не вижу. Здесь поставлю на штатные места, но здесь крепиться не к чему. Но она должна стоять на месте. Так как отверстия разбиты, сделал вот такие шайбы. Шайбы из алюминия. Где-то. Шайбы. Шайбы. глушитель сзади подвесил на резинку основную большую сейчас стягиваю центральную часть и дальше все вешаю на резинке стянул от руки теперь вешаю все на резинке устанавливаю на место и после этого протяжку делаю финишную а сейчас небольшая проверка проделанной работы достаю все головки и вижу старые 4 гайки крепления катализатора коллектору лишних гаек и болтов не осталось работа выполнена полностью пойду переоденусь и буду тестировать предварительный тест драйв машина еще не заводилась друзья не обращайте внимание на колодки на которых стоит автомобиль половину из них я уже убрал чтобы можно было съехать хочу сказать что автомобиль в принципе работает очень даже ничего но заднюю банку все равно надо будет менять потому что это уже гнилая а так очень даже хорошо автомобиль поработал сейчас минут десять и такой стойкий запах стоит сгорающей краски и всего что есть на глушителе что обгорает ситуацию запахом исправит небольшая поездка автомобиль стоял наручную Когда ручник снял и начал сдавать назад, почувствовал, что колеса примерзли. Тем не менее, с рывком на автомобиль поехал. Прошло три недели. Так получилось, что заднюю банку я получил буквально на следующие выходные. Но были морозы, и к этому вопросу мы не возвращались. Сейчас немножко стало потеплее, поэтому сразу ставлю глушитель на свое законное место. Автомобиль самостоятельно прошел техосмотр. Сразу хочу сказать, за эти три недели ошибки не высветились. Я лазил, специально даже виды смотреть. Может в желтом секторе что-то есть, ничего. Делал замеры, и там получается примерно следующая ситуация. Передний зонд, первая лямбда, отрабатывает где-то около 1 вольта. Вторая лямбда отрабатывает где-то порядка 0,7. Главное, что второй датчик корректно показывает значение. Обманка, которая была поставлена, механическая обманка, работает. Перехожу к нашему глушителю. Сейчас я хочу все вот здесь обезжирить и жаростойкой краской прокрасить все швы. Конечно, это не панацея, и навряд ли она очень сильно поможет. Но, тем не менее, на какое-то время коррозию, возможно, удастся оттянуть. Если необходим номер этой банки 31.255, в описании к видео я оставлю полную расшифровку. Сразу же одеваю на резинку и дальше буду смотреть. Сейчас он вроде попал посередине, вроде нормально. Ставлю обратно крепеж и там уже буду смотреть более точно, детально. Вот в этом положении более-менее правильно он стоит. Попробую вот так закрепить его. Друзья, замерз смартфон, замерз микрофон. Хорошо, вторая камера не боится морозов. Был у меня высокотемпературный герметик. Им я прохожу швы. В этот раз я решил так все залепить и посмотреть, как это будет на деле работать. И будет ли это работать. Все отлично. Все отлично. Вот и подошел. К концу такое затянувшееся обслуживание автомобиля. Глушитель встал четко по месту. Надеюсь данный ремонт будет надолго. Со старого глушителя я сейчас срежу насадку. Обязательно меня предупредили уже, чтобы я ее отрезал и положил куда-нибудь на полку. Вещь нужная и рано или поздно такие вещи могут пригодиться. На этом все. Легких-легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч. Пока.